В имя Царя Святого Духа. Аминь. Беседа в День Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа. Каковой день тогда еще не был общеизвестным, но за немного перед тем стал известным от некоторых пришедших с Западом и возвестивших о нем. Настоящая беседа была произнесена Затаустом, как полагают, 25 декабря 386 года. Так как обычай праздного День Рождества Христова 25 декабря был новым в Антиохийской Церкви, еще 10 лет не прошло с тех пор, как он был перенесен сюда с Запада, раньше же в Антиохии, как и вообще на Востоке, Рождество Христово праздновалось в один день с Богоявлением, 6 декабря. То среди антиохийской пасты возникли споры по поводу нового праздника. Одни признавали его, другие отвергали. Настоящую беседуя святой Затауст желает прекратить эти споры и приводит три доказательства в пользу того, что День Рождества Христова должен праздноваться 25 декабря. О чем некогда скорбели праотцы и предсказывали пророки, и что желали видеть праведники, то сбылось и сегодня, получило исполнение, говорит Ян Затауст. «Бог на земле явился во плоти и общался с людьми» в Арух 3, 38. «Посему возрадуемся и возвеселимся, возлюбленные, так как если Иоанн, будучи в очереди матери, взыграл при входе Марии к Елизавете, то гораздо более нам, взирающим не на Марию, но на самого Спасителя нашего, родившегося сегодня, надлежит взыграть и веселиться, поражаться и двигаться величию домостроительства Божия, превосходящего всякий ум. «Представь, как было бы величественно, если бы мы увидели солнце, сошедшим с небес, идущим по земле, и отсюда изливающим на всех лучи своих. Если же видеть такое событие с чувственным светилом, для всех было бы изумительно, то подумай и рассуди теперь, как величественно видеть солнце правды, изливающим лучи свои из нашей плоти и просвещающим наши души. Давно я жаждал видеть этот день, и не просто видеть, но вместе с таким множеством народа и непрестанно молился, чтобы наше собрание было полно так, как полно видимся его сегодня. Итак, это сбылось и получилось исполнение. Хотя нет еще десяти лет, как этот день стал известен и знаком нам, но как будто издавна и за много лет преданный нам, так он проставился от вашего усердия. Посему не погрешил бы тот, кто назвал бы его и новым, и вместе древним. Новым, потому что он недавно стал известен нам, а древним и давним, потому что он скоро сравнялся с древнейшими и возрос до одинаковой с ними степени. Прекрасные и благородные растения, быв посажены в землю, скоро достигают великой высоты и отягчены бывают плодами. Так и этот день, живущий на Западе и издавна известный, а к нам принесенный теперь, и за немного лет, вдруг так возрос и принес столь великий плод, что, как можно теперь видеть, ограды наши наполнены, и вся церковь стеснена от многолюдного стечения. Ожидайте же себе достойного воздаяния за такое усердие от родившегося сегодня по плоти Христа. Он, конечно, вознаградит за такую ревность, потому что любовь и усердие к этому дню служат величайшим доказательством любви к родившемуся. Если же нужно принести что-нибудь и от нас, сослужителей ваших, то и мы принесем то, что по силам нашим, или лучше так, благодать Божия даст нам сказать для вашей пользы. О чем же вы желаете слышать сегодня? О чем другом, как об этом же дне? Я хорошо знаю, что многие и теперь еще спорят между собою, одни осуждая, другие оправдывая, и много везде говорят об этом дне. Одни против него, доказывая, что он новый и недавний, и теперь только введенный, и другие за него утверждают, что он древний и давний, так и как еще пророки предсказывали о Рождестве его. И издавна этот день известен славен у живущих от Иракии до Кадикса. Итак, об этом и начнем речь. Если он, оставаясь спорным, пользуется такой любовью от вас, то очевидно, что сделавшись более известным, он будет пользоваться гораздо большим уважением, когда ясное наставление произойдет в вас большее к нему расположение. Я могу привести три доказательства, из которых мы вполне узнаем, что именно в это время родился Господь наш Иисус Христос, Бог Слово. Из этих трех доказательств одно состоит в том, что этот праздник везде так скоро сделался известным, достиг такой высоты и прославился. И как Малериил говорил о христианской проповеди, что если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Богопротивниками. Деяние 5.38.39. Так и я об этом дне сказал бы с дерзновением, что так как Бог Слово от Бога, то через это Он, то есть день сей, не только не разорился, но и возрастает с каждым годом и становится более знаменитым. Проповедь в немного лет объяла всю Вселенную, и хотя распространявшие ее везде были скинотворцы, рыбари, неученые, простецы, но уничиженность служителей нисколько не повредила ей, потому что сила проповедуемого предварительно устрояла все, уничтожала препятствия и являла собственное могущество. Если кто из любящих споры не удовольствуется сказанным, то можно привести и другое доказательство. Какое же это? Из переписи, о котором упоминается в Евангелиях. Было же, говорит евангелист, в те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которой была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, исперинала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице Лука 2.1.7. Отсюда видно, что Христос родился при первой переписи, а из древних кодексов, публично хранящихся в Риме, всякий желающий может с точностью узнать и время этой переписи. Что же скажут до этого нам, которые теперь не находятся там и ранее не были? Выслушай и не сомневайся, потому что мы приняли этот день от тех, которые в точности знают это и живут в том городе, обитающий там, празднуя его издавна и по древнему преданию, теперь переслали сведения о нем и нам. И евангелист не без цели означил время Рождества Христова, но дабы сделать явным и известным для нас и самый день, и показать новостроительство Божие. И Август непроизвольно и не сам от себя издал тогда такое повеление, но потому что Бог подвигнул его душу, дабы он, хотя невольно, послужил явлению единородного. Как же это, скажут, содействует этому новостроительству? Немало и не случайно возлюбленные, но весьма много и есть одно из необходимых и нарочито устрояемых дел. Как же это? Галилея есть область в Палестине, а Назарет – город галилейский. Так Иудея есть область, называемая так по имени своих обитателей, а Вифлеем – город иудейский. О Христе все пророки предсказывали, что он не из Назарета, но из Вифлеема придет и там родится. Именно так написано. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Матфея 2.6, Михея 5.2. «Иудеи на вопрос Ирода, где родился Христос, привели ему тогда это свидетельство» Матфея 2.5. «Посему, когда Инафанаил Филиппу, сказавшему, мы нашли того, о котором писали и Моисеев в законе и пророках, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета, отвечал, из Назарета, может ли быть, что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, с которым нет лукавства» Иоанна 1.45-47. «За что же, скажут, Христос похвалил его?» «За то, что он не увлекся сообщением Филиппа, но знал ясно и точно, что не в Назарете и не в Галилее надлежит традиция Христу, но в Иудее и в Вифлееме, как это действительно было. Так как Филипп не знал этого, а Нафанаил, изучавший закон, отвечал согласно сосказанным древним пророчествам, зная, что Христос придет не из Назарета. То Христос и сказал, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Поэтому и некоторые из Иудеев говорили Никодиму, «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк» Иоанна 7.52. «И еще, в другом месте, не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» «И общее у всех было убеждение, что непременно оттуда надлежало прийти ему, а не из Галилеи. Посему, так как Иосиф и Мария, бывшие гражданами Вифлеема, но оставившие его, расположились на жительство Назарете и там пребывали, как это случается часто с многими людьми, оставляющими тех городов, в которых они родились, и живущими в других, которым они не принадлежат по своему рождению, а между тем Христу принадлежало родиться в Вифлееме. То и вышло повеление, которое по устроению Божьего заставляло их невольно идти в тот город. Закон повелевал каждому вписываться в своем Отечестве, заставлял их двинуться оттуда, то есть из Назарета, и прийти в Вифлеем, чтобы вписаться. На это самое теперь указывая, евангелист говорит, пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, исперинала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Рожденному в яслях слава вовеки. Аллилуйя!